Двукрылые Большинство двукрылых питается жидкой пищей, которую они слизывают или всасывают хоботком. Твердую пищу они размягчают и растворяют выделениями слюнных желез. Двукрылые Двукрылых отличает строение личинок. Они не имеют ног. Познакомимся подробнее с некоторыми представителями отряда. Комнатная муха. Это опасное насекомое. Перелетая с нечистот на пищу, мухи переносят на лапках, в хоботке и кишечнике яйца аскорид и множество болезнетворных бактерий. Поэтому кишечные заболевания возникают преимущественно летом и в начале осени, когда бывает много мух. Мухи плодовиты. За несколько дней самка откладывает в нечистоты до 600 яиц. У личинок нет головы. Ротовой аппарат развит слабо. Дышат личинки через дыхательное отверстие на заднем конце тела. При окукливании личиночный покров не сбрасывается. Он отстает от тела и подсыхает, образуя защитную оболочку. Развитие от яйца до взрослой мухи продолжается обычно до 20 дней. А еще через 10 самки нового поколения уже способны откладывать яйца. За лето успевает развиться до 8 поколений. Если бы мухи, их личинки и куколки не погибали, потомство одной самки могло бы за летний сезон превысить по объему самую большую пирамиду. Их было бы 5 триллионов. Наиболее надежный способ борьбы с мухами – не допускать их размножения. Есть мухи, которые приносят вред сельскохозяйственным растениям. Посмотрите на корни капусты. Они повреждены личинками капустной мухи, при массовом размножении которой может быть уничтожен почти весь урожай. Это взрослая насекомая. Под кожей крупного рогатого скота паразитируют личинки подкожного овода. Там, где они поселяются, образуются бугры, а затем свищи, через которые личинки дышат. Перед окукливанием они падают в почву, где происходит дальнейшее развитие насекомых. Взрослые оводы не питаются. Их ротовые органы недоразвиты. Мухи некоторых видов полезны. Муха – тахина. Она откладывает яйца в тело гусениц. Личинки мухи питаются тканями жертв, вызывая их гибель. Поэтому тахин нередко размножают и выпускают зараженные вредителями леса. Большую пользу приносят и хищные мухи – ктыри. Их слюна содержит яд, убивающий насекомых. Цветочные мухи, питаясь нектаром, способствуют опылению растений. А их личинки поедают тлей. Большая группа двукрылых – комары. Наиболее известны обыкновенный комар – пескун. И малярийный. Их можно различить по посадке. Питаются комары в основном соками растений. Но в период созревания яиц у самки пробуждается инстинкт кровососания. Если она не насытится кровью, яйца не созреют. Самка малярийного комара становится опасной, когда она пьется крови больного малярией. Обычно комаров больше в сырых местах – у водоемов. Здесь самки откладывают яйца. Яйца малярийного комара. Комара пескуна. Личинки и куколки развиваются в воде. Личинки малярийного комара дышат атмосферным воздухом через дыхательное отверстие на конце брюшка. Личинки комара пескуна выставляют наружу дыхательной трубочки. После четвертой линьки происходит окукливание. Дыхательные отверстия у куколок находятся на спинной стороне. Выход взрослого насекомого происходит на поверхности воды. Когда хитиновый покров подсохнет и затвердеет, комар перелетает на растение. Любителям аквариумов хорошо известны личинки комара мотыля. Они живут на дне водоемов и дышат кислородом, растворенным в воде. Для многих рыб это основной корм. Вы узнали о некоторых представителях отряда двукрылых. Более близкому знакомству с ними помогут вам дальнейшие наблюдения в природе.